Сегодня действуют особые режимы поддержки бизнеса в Африке. Собственно, все эти льготы, мы о них рассказываем, и вплоть до того, чтобы довести до фактического результатов. Регина сказала, что очень много уже разных направлений. Некоторые из компаний уже, по сути, стали резидентами, фактическая зона, это две компании. Я так в целом обозначил, просто чтобы мы интенсивнее двигались вперед. Другой момент, что мне интересно, это еще открытость для различных решений. Регины, коллектива, удается убеждать людей в том, что нужно двигаться вперед, пробовать и добиваться результатов. И в этой связке я увидел некий интерес. У нас следующий докладчик Сергей Эдуардович Вагнер. Это представитель как раз направления технологических инноваций гипоталента. Компания «Наинский Ники». И вы длительное время занимались, я так понимаю, вопросом связаны с исследованием свойств серобетона. И дальше до такого момента, когда, в принципе, можете в сотрудничестве с бизнесом какие-то свои вопросы сняты. Совершенно верно. То есть у нас есть партнеры, против которых мы можем мы сейчас обкатать технологию, скажем, в УЗГИОН, при поддержке администрации, то есть обратики определенных участков дорог, договориться с заводом, чтобы вам привезли на острое количество этой полимерной синтезы. Но я думаю, в западе я сейчас расскажу более подробно. Еще раз хотел бы представить, то есть я представляю департамент технологических инноваций на исключительном. Нашей задачей является дефисикация производства с производством продукции с столько-доположностью стоимостью. На базе, значит, тех продуктов, которые у нас есть, линейки, плюсом это различные номера в том, сырье и отходы. Как уже известно, у нас стерилизуется серная программа, по итогам которой мы диоксиды серы преобразовываем в серную кислоту, интервизуем значительный кислот, получаем кит. Ну, как бы это всем известно. Но дело в том, что нужно заниматься проблемой последующей переработки гипса, его посмотреть начало проблемы и заниматься вопросом применения диоксидов серы. Одним из таких направлений является выучение ее производства серы. Если удобнее, микрофон, потому что там тоже люди могут... Да, да. Конечно, значит, на методозаводии у нас уже существует серная установка, то есть мы из диоксидов серы можем получать серу. Но чем больше мы увлекаем серу производства, соответственно, больше привлекаем диоксиды серы. Какие продукты возможны? То есть мы проработаем порядка 13 направлений поведения серы и диоксидов серы, но в настоящее время я вам представлю и анонсирую два проекта, которые сейчас активны на проработке. Это производство модифицированной полимерной серы. В принципе, коллеги уже частично дотронули данную информацию, то есть это про серый бетон, это серо-асфальтный бетон. Я маленько подробно чуть-чуть остановлюсь. Начну до конца это резервационный материал, то есть полимерная сера, она может меняться для обработки существующих конструкций, его преизвеставления существующих, как на человеческих цепочках существующих объекта. Но помимо этого, чем характерна эта полимерная сера, она позволяет дать конструкционным материалам дополнительные свойства. Это износа стойкости, это меньшее влагоподобращение, это кислота устойчивость, что очень важно для нашего региона. И помимо этого, увеличение нашей серы. Если мы говорим про серый бетон, то в данном случае, увлекая 25% полимерной серы, мы можем получать продукцию, которая ничем не уступает обычному бетону. При этом, в данном случае, применение поподцем метра практически отсутствует. То есть полимерная сера, она здесь будет первичным. Дальше, это серо-асфальтный бетон. В данном случае, есть возможность очень хорошо посотрудничать между администрацией, между предпринимателями региона. То есть в данном случае, мы готовы в рамках этого проекта в ближайшее время наработать пару тонн. Привести, ну я так думаю, что мы потом наденем сидим, мы можем наработать серо-асфальтный бетон. И по договоренности с администрацией несколько участков, желательно таких тоже тем, конкретно, постоянно приходится ремонтировать, мы можем провести свое родное испытание в поле. Ну и в принципе, если не пути планируется тоже асфальтный бетонный завод, мы тоже можем поставить пару тонн. У нас много заводов асфальтов. Чуть более. Другое направление, оно в принципе тоже признакается с этим и отвечает тоже потребностям города Норильска, это применение мальтифицирующей добавки для производства либо тамбонажных смесей, либо производства цементных смесей бетона. Здесь основное свойство и преимущество этой добавки к тому, что за счет внесения ее в смесь, во-первых, происходит снижение водопроводочения, а также увеличение нарастания точности цементного камня. Но здесь я долго не буду останавливаться. Дмитрий Васильевич здесь, нет? Здесь. Касательно вашего доклада. Тут мы предварительно ознакомимся, с коллегом переговорил и хочу вам предложить своего рода альтернативу тому, что будет, если, например, у меня термическое обезвреживание. То есть это термическая организация коммунальных и кубытовых отходов. Но в данном случае не как всем как бы известно, что образуются диоксины, это хлоропроизводные, которые нежелаемые. И также это увеличение количества парникового газа. Я хочу предложить альтернативу, то есть есть существующие технологии плазменной газификации термических коммунальных отходов и кубытовых отходов с получением синтез газа. Чего же перспективно? То есть в настоящее время из данного синтез газа можно получать метанол. Летанол нас потребляет на весь гастрон для своих целей. И в принципе мы можем реализовать на базе своей площадки тоже производство метанола. Для этих целей нам нужен водород. То есть мы можем либо напрямую получать из отходов продукцию как применение в регионе, либо мы можем получить водород, которая тоже найдена на нашей площадке применения. И здесь Максим Николаевич хотел отметить, что например тоже серосфартный бетон, если мы рассматриваем вариант применения в регионе, то нужна какая-то техническая база, которая будет заниматься вопросом разработки рецептур. То есть сколько нужно предметности и так далее. В этом случае гармонично вписывается архитический научно-технический центр. У нас есть представители научно-технического центра, мы завтра услышим. Может быть, если вы просто, если это речь идет о каком институте... Не о конкретном названии сейчас институте, а о создании здесь технологик. У нас несколько представителей высшего образования и центра компетенции на Таймы и городе Новинске. Я думаю, обратно, унося интересы к завтрашнему день, мы эту дискуссию перенесем туда и там поподробнее это все дело обсудим. Большое спасибо за ваш доклад. Есть конкретные предложения, они считываются прямо в какие-то линии по партнерству. Мы опять эти все связки обозначим у нас там в куларах, когда у нас будет возможность. При этом мы поработаем уже не час, а видимо бой интенсивно у нас этот блок пройдет. Хорошо, у нас еще два докладчика. Захаринский Юрий Николаевич, старший сотрудник из Круда. Я хотел бы, чтобы вы тоже лаконично отметили приоритеты в исследовании материалах то, о чем мы с вами тоже накануне отступали. Спасибо. Коллеги, всем доброго дня. Можно добавить доброго полярного дня. Я представлюсь, может быть, больше для тех, кто не на величании. Я депутат законодательного собрания Краснодарского края, работаю заместителем председателя комитета по природным ресурсам и экологии, но до этого три года работал в Сибирском федеральном институте, руководителем департамента коммунистов и заключения Арктики. Остался сегодня работать старшим научным сотрудником по совместительству. Соответственно, сегодня мне возможность такую представить. Если работая в ЭКИО департамент, моя целевая задача была административная поддержка научных проектов взысканий, то сегодня моя основная задача будет переводчиком между птичьим языком учебником, естественно, шучу, и языком чиновничьим, языком производственника, которые хотят видеть конкретные решения тех или иных проблем. Сам я вообще сторонник прикладной науки, считаю, что в сегодняшних условиях, в частности, импередреналиска, важнее задачи нет, хотя это не отрицает необходимость определенных фундаментальных исследований. Я сам хочу извиниться, так как я буквально это предложение получил в конце недели, во вторник я уже три дня в командировке, у меня нет презентации, первое и второе, тоже с вашего разрешения буду пользоваться так иногда подлядывать свои шпагалки. Так как сразу стояла задача поговорить о новых строительных материалах, у вас представители высшей школы стали смотреть вообще материал, что это такое, то, кстати, может быть и для всех тоже, что материалы есть сегодня традиционные современные. Традиционное дерево, кирпич, камень, иногда добавляет цемент, как более поздний, все остальное современное. И в принципе, даже сегодня, когда звучит новое строительное материало, даже гипс это строительное материало не одно. Просто можно говорить только о новых подходах или новых каких-то определенных методах получения доволеного гипса. И у меня может быть выступление чуть будет отличаться от многих, которые уже прозвучали, потому что сразу договорились, мне предложили выступить с неким анализом работы университета тех проектов, которые либо я руководил работой, либо я участник этих процессов. Вот так как все равно мы говорим о материалах, то хотел бы начать может быть не с проекта а с одной важной темы, которую сам поднимаем на уровне и законодательного собрания правительства Каракса, и Гнадийский, с Карасен главы города и с Куприенко заместителем главы. В свое время год с небольшим назад была создана рабочая группа с таким названием очень важным для подготовки предложений по применению новых технологий материалов. Дальше по тексту. Соответственно работало достаточно интересное принимать решение. участвовали ученые, специалисты всех основных вузов Краснодарского края, бизнес, торгово-хромышленная палата и так далее. Но, к сожалению, когда появился руководитель министерства, рабочая группа приказала долго жить, что в принципе неправильно. Я думаю, что мы с администрацией города как-то проинциируем, чтобы вот эта рабочая группа все-таки вернулась. Ну, например, вот один из пунктов представить ученым, специалистам в адрес министерства и администрации горнолизка каталог технологических технических решений. Далее по тексту. То есть, в принципе, задача как-то состояла. А многих вещах, которые, в том числе, и сегодня звучали. Вот, мы будут подробно останавливаться, каждый понимает очевидно, что в Арктике строительство совсем другое, и доводы приводить по поводу климатическое условие, по поводу продолжительной системы и так далее. Очевидно, никому не нужно. Поэтому мы там в СФУ пытались уже несколько лет назад, кстати, как в Иркутске, два года назад, три года назад, говорить о нордификации строительства. Вот пока термин не прижился, ну, сейчас станет написание книги, я надеюсь, что вот какими-то усилиями такими, может быть, и при вашей поддержке как-то мы это дело толкнем. Вот, когда мы говорим об анализе многих материалов, то, в принципе, если мы говорим там о тех же железобетоне стали, о металлоконструкциях стали, алюминия, там, о пластике, то, в принципе, вот, мне представляется, что сегодня важно говорить, как вы сказали, какие-то перспективы запрещенные, но, в общем-то, сегодняшний день забывать точно не нужно. И, кстати, когда мои коллеги, мы рассуждаем, например, о металлопластиках, то возникает тема, насколько, возможно, долгая эксплуатация этого материала, и сразу же мои коллеги задают вопрос, вот, если есть проблема северного завоза, то не возникает у нас тема северного вывоза, потому что не все это можно потом эксплуатировать, складировать, и, соответственно, все равно возникает тема, как с этим быть дальше. Вот, древесина недооценена, кстати, сегодня ни одного доклада на эту тему не было, считаю, что это может быть не совсем правильно, потому что, а вот экологичнее материала для человека сегодня нет. и вот один из проектов, в котором я, как бы, сейчас остановлюсь, мы занимались уменьшением снегозаносимости автомобильной дороги на Рейске, это 38 километров, мы исследовали в течение полутора лет, соответственно, дали по итогу рекомендации по поводу того, как защитить эти пять проблемных участков, какие должны быть щиты, потапывать они, собственно, или там другие определенные конструкции, так вот, когда нам задавали вопрос, из чего все-таки это делать, то наши рекомендации, изучив и различные пластики, изучив и сталь, изучив и алюминий, что это делило? Почему? Потому что, когда мы исследовали щиты Потапова в 40-м году, 80 лет назад, уже все ухнило, уже и железобетон упал, который позже ставили, и деревянный стой, и железобетон, железные сваи, они все можно использовать, сами дерево можно использовать до сих пор. И еще один момент, касающийся SLD-технологий. Вот точно тема новая, относительно, во всяком случае, потому что в той же Канаде, Австралии, Новиклии, и других северных странах это используется, технология, которая там, не думаю, что нужно рассказывать, перекрестное склеивание, что это делает очень прочную эту древесину, что это сегодня даже может быть по жаропрочности превосходят, там даже металлы, иногда, мои коллеги говорят, так, ну, в основном, часам, честно говоря, не сравнивал, вот их характеристики тут не смотрел. Поэтому, я вот считаю, что и для Нориска, например, попробовать там двух-трехэтажные дома из вот таких панелей, наверное, было бы правильно. Кстати, в том числе и проект, и проблема для северных актических территорий, это вот как раз быстрота строительства. Мы же понимаем прекрасно, 3-4 месяца, соответственно, вот дальше возникают проблемы транспортные, строительства, например, сборка домов из дома, комплекта, выбор, нормальный, оптимальный. Еще раз думаю, что все-таки дерево сегодня недооценивано. Один из проектов, который мы выполняли как раз по поручению агентства развития Нориска, это как раз оценка вентированных фасадов в сравнении с фасадами там, например, со штукатурной на том числе. Что все-таки делать Нориск? Ну, потому что, если сейчас на Полеринском пройдет, видите, достаточно красиво, здание окрашенное, все как-то нормально, но это штукатурно. А дальше возникает вопрос кроме эстетики еще и сохранения тепла и, соответственно, насколько вот эти стены еще послужат. И вот как раз наше заключение, которое заказчик у нас принял о том, что вентированные фасады решают эти проблемы. У нас, к сожалению, очень немножко времени осталось. А там, у нас в жизни, я достаточно быстро. Дайте мне еще несколько минут, не торопитесь. Если говорить о оптических условиях, я этот вопрос задавал в том числе и в прошедших мероприятиях и главе города, и компании, вот в Нариске, это очень важная задача, 155 домов из газозалонных панелей. Специалисты знают, 155 домов, панель 400 мм, на 60 мм разрушена. 60 мм. то есть возникает вопрос, с ними так что делать? Готов город сегодня расселить 155 домов и построить новый? Не готов. И, соответственно, мы здесь предлагаем тоже, еще раз, мы, я говорю, в СУУ, и мы, я говорю, о нарушных исследованиях. Мы не готовим проект к смертной документации, а все-таки мы готовы дать заключение оценку о возможности и невозможности дальнейшей эксплуатации таких домов. Поэтому здесь естественно долго говорить как бы не буду по мембранным проблемам. Сейчас тема, которая обсуждается. Кстати, вот вопрос, который касается газозолобетона, он уже год решит. Умочки, соответственно, сегодня очередной раз вопрос обсуждал с торозером и кем-лидем, надеюсь, на будущее, но по городу для этого руки дают. Вот по мембранным проблемам тоже есть такая проблема. Ну, знают, там, битомы, оцинкованные, черепица, ризолин, много вариантов, ну, соответственно, похоже нам будет поручение, сейчас станет подписанный договор, в принципе, сравнить со всеми существующими, что же сегодня более эффективно будет работать. И вот сегодня уже несколько выступлений было по гипсу. Я прошу прощения, по-моему, уже Антон Михайлович начинает потихоньку приближать. Кстати, пусть приближается, я не бойся. Я завершаю не одна минута. Вы просто только вот вы заслоняете меня за. Ладно, это я, естественно, шучу. Вот воро на глазах. По гипсу, я понимаю, что у вас есть. По гипсу мы тоже в той ситуации в обсуждении этих проблем. Кстати, буквально сегодня вечером мне Агентство развития на Рисках вручили пробы весом килограмм 17, и я их завтра надеюсь успешно, удачно везу в Красноярск. Мы с коллегами пять институтов по этой проблеме будем изучать, что же делать с химически чистым гипсом. Соответственно, вот мы уже предварительно посмотрели, что это может быть изготовление кладочных тушьихтовных растворов, плиточные бесшовные наливные полы, бетонные для задельных сооружений, хотя стоит вопрос, архитектурно-строительные изделия, искусственные мрамы, кстати, в том числе устройство конструктивных слоеводорожных оснований, и в том числе изделия гипсеры, незаменимые для озеленения. Ну, а подробности я понимаю, что сегодня когда уже несколько выступлений прозвучало, они не нужны. И в завершение я сразу говорил и вот агентство развития Нариска администрации города у нас уже несколько лет назад разработан пакет документов по арктическому знаку качества. Интересная тема, мне кажется, что она в сегодняшних условиях на предстоящие 13 еще лет вот тема, которая была бы очень важна для Нариска. То есть речь идет о том, что это добровольная сертификация, которая, естественно, вот готова, а у нас конкретно заказчика нет. Вот лежит тоже ключ. И в этой части если сегодня компания Нариска Никит, агентство развития Нариска, администрация города все вместе будет конкретно заказчик решать, что эта тема важна для Нариска, то в принципе вот эту тему она разработана, мы ее готовы были доработать и по уже вашему проучению соответственно представить как готовый продукт. Это сразу бы исключало качественную оценку материалов, конструкций, то есть особенно тех подрядчиков по сегодня приезжает. Извиняю, спасибо. Юрий Николаевич, вот заветные историки из-2, которые у вас собраны, мы могли сделать материал, с которым вы рассказываете. Мне проще сделать презентацию так. У нас времени не было. при возможности мы потом сами свяжемся и систематизируем. Дальше поработать уже с тех. У нас еще один доклад. Крупнов Леонид Борисович, начальник, исполняющий обязанности начальника научно-технического управления. Леонид Владимирович, представляю научно-техническое управление, самое старейшее управление функционально-экономерного филиала в этом году нам с конца 80 лет. И в рамках заявленной тематики этой сессии задача научно-технического управления является очень важной, а может быть даже наиважнейшей, потому что научно-техническое управление является функциональным центром ответственности по организации научно-исследовательских работ и опытных конструкторских. Соответственно, мы формируем тематику научно-технических работ, мы сопровождаем научно-технические работы по всему их циклу заключения договора на принятие результатов научно-технических работ. Бюджет такого научно-технических работ закладываем в ГАЛ составляет порядка 270 миллионов, ежегодно осваивается. конкурсах привлекаются инжиниринговые научно-технические институты на открытой конкурсной основе. Есть, правда, уже практика целевого привлечения наших партнеров в рамках сотрудничества предприятий Косновец ЦФУ и сейчас уже такая же схема развивается в Заполярном государственном университете. То есть мы на них отдельно формируем тематику в рамках сотрудничества управления РНЖ, РНД, ЦФУ и такой же центр будет создаваться в Заполярном государственном университете. Но что касается тематики работ неокровских, то тут я не буду оригинален, как и все остальные докладчики для нас это, естественно, рециклинг, то есть вовлечение во вторичный технологический оборот отходов производства. Задача просто грандиозная, просто одну цифру на залу холостов обогащения накоплено больше 400 миллионов, места хранения металлургических шлаков порядка 35 миллионов и хотя мы там собственно своими силами тоже определенную работу в этом направлении ведем получением выделениям товарной продукции, но тем не менее эти объемы не придем его использовать сильно как какие-то строительные материалы, ну а такие объемы понятно, что освоить на территории невозможно со всеми вытекающими последствиями. что еще могу добавить, ну и кроме всего прочего решение всех этих проблем невозможно без привлечения молодых творческих сил, упомяну, что десятилетие в России Ставлю вот в России отдельную науку науки. Соответственно, научно-техническое управление также является одним из центров координации и привлечения этих молодых исследователей через тематику, через публикации открытые научные, через организацию конференций, семинаров. Также научно-техническое управление соцсредоточены основные силы экспертов по направлению. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопрос такой. Вы сегодня слышали доклады различных участников. В тренде они, это первое. А второе, есть ли такие, которые вы там ставите условно под сомнение, они касаются и экспертов, которые первые выступали, и компании, которые там предлагали следом своих предложений. Как вот кажется вам? Мне кажется, что вот на этом этапе ничего не надо ставить под сомнение. Всем надо заниматься. Значит, вот Александр и УПАРС, значит, они плотно занимались действительно вопросами рекультивации шлыкоотвалового никелевого завода, поработали действительно на шлыкоотвалового медного завода. Результаты, скажем так, есть. Трудно сказать, что в них возможно найти какую-то коммерческую составляющую, потому что понятно, что утилизация такого рода накопленных отходов в принципе не может никак унести коммерческую составляющую. Практически исключительно убыточное занятие, но государственные требования таковы, что мы будем этим заниматься. Поэтому спасибо Александру и многие другие фирмы, которые готовы предложить свои услуги. Мы всем будем приветствовать, всем будем привлекать. Спасибо большое. Мне кажется, это очень важно было сегодня услышать, потому что есть представители бизнеса, есть инвеститоры потенциальные. Я думаю, что мы какую-то общую позицию соберем и представим. Коллеги, смотрите, мы ценим ваше время, поэтому я предлагаю на ходу, что называется, трансформировать наше мероприятие. Мы предлагали разделиться на три группы, но у нас в принципе такой получился сквоченный коллектив. Здесь представлены эксперты, разные группы. И я не вижу смысла сейчас делиться на три группы. Мы можем просто, что называется, обратную связь получить от вас. Каждый может высказаться по поводу того, что интересного он услышал, что услышал нового. Какие предложения можно внести для дальнейшей проработки, либо по линии экотехнопарков. Я думаю, что Дмитрий Васильевич сегодня тоже много интересных вещей услышал. И услышал завтра также по поводу разных предложений. Мне кажется, они точно должны быть включены в концепцию. Как минимум, нужно дать им экологическую оценку экспертную. Также могут быть предложения, касающиеся индустриального парка. Я понимаю, что есть инженерная мысль. Люди понимают, о чем сегодня идет речь. Потому что мы специально приглашали людей по погружению все вопросы. Давайте не делиться на три группы моего предложения. Антон Михайлович, вы тогда, просто предлагаю обсудить какие-то, сделать некие оценки. Ко мне, на самом деле, уже в качестве предложения, у нас нет части людей уже, но мне за день принесли письмо в администрацию города, по сути которого, обращение по участкам земли.